Талибы полгода у власти. Прошлым летом представители организации, запрещенной в Казахстане, встали во главе Афганистана. Движение обещало создать инклюзивное правительство и улучшить социальное положение граждан. Но пока эти слова остаются только обещаниями. В ООН считают, что страна висит на волоске и талибам еще только предстоит заслужить доверие мирового сообщества. Миллионы афганцев сейчас голодают. Нас валюта падает. О том, к чему пришел Афганистан за последние шесть месяцев, в материале Вероники Бояровой. Вот так в августе прошлого года выглядели улицы Кабула. Город сдался талибам без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Постепенно организация захватывала все регионы страны. Последней сдалась провинция Панжер. С тех пор легитимность правления талибана не признала ни одно государство в мире. Несмотря на то, что новое правительство то и дело проявляло желание к диалогу, проведя переговоры с десятками стран, в том числе с Казахстаном. За время их правления пострадало социально-гуманитарное положение страны. Девочкам старше 12 запретили ходить в школу. Если эти учебные заведения работали, то университеты долго простаивали и вновь открылись только в этом месяце. Мы не видим большой разницы. Разве что изменились часы обучения. И девушки, и парни учатся в разных аудиториях. За эти полгода увеличилась безработица среди женщин. Больше чем на 20%. Всего работу потеряли несколько миллионов человек. Талибы обещали инклюзивное правительство. Но пока руководящие, но не политические должности в стране получили лишь две женщины. Из-за половой дискриминации то и дело возникали акции протеста. Эти конные соревнования, которые начались на севере Афганистана, выглядят как пир во время чумы. В стране нищета и голод. Несмотря на низкую температуру, многие афганцы ютятся в палатках. На этих кадрах жители Кабула толпятся в очереди за бесплатным хлебом. Дорога каждая крошка. Мы умоляем талибов помочь нам, потому что мы бедны и бессильны. Думаю, другие страны должны протянуть нам руку помощи. Больше 9 миллионов афганцев в прошлом году получили помощь от продовольственной программы ООН. Потребность в ней растет с каждым днем. Если в прошлом году на помощь стране в организации просили миллиард долларов, то в этом году сумма возросла почти в пять раз. Казахстан в декабре прошлого года отправил в Афганистан 155 тонн продовольствия и медикаментов. Спустя шесть месяцев после захвата власти талибами, Афганистан висит на волоске. Для афганцев повседневная жизнь превратилась в ледяной ад. Национальная валюта в свободном падении, а экономика может потерять треть ВВП в течение одного года. Вся ликвидность испарилась. Из-за санкций и дефицита доверия глобальная финансовая система заморозила почти 9 миллиардов долларов активов Центробанка. Все жизненно важные системы Афганистана испытывают острую нехватку средств. Генсек ООН попросил страны пересмотреть санкции в отношении Афганистана. Обратились в организации и к талибам. Подняли вопрос о правах женщин. Напомнили о важности обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа по всей стране. Создание инклюзивного правительства и борьбы с терроризмом. Все это ссылаясь на то, что новое правительство Афганистана еще не заслужило доверия в мировом сообществе. Одновременно с этим во Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу в связи с коллапсом медицины в Афганистане. В больницах нет света, а палаты переполнены. В стране напряженная ситуация с ковидом у граждан и с корью у младенцев. Вероника Боярова, Хабар, 24.